Всем привет-привет, друзья мои, вы на канале ВотГСН, и да, я тут тренируюсь битбоксингом. Но дело в том, что если у вас нет навыков битбоксинга, то навряд ли вы произнесете название, сокращенное новой ПТ-гем, которую завезли в игру. На момент, когда вы смотрите данное видео, машина уже появилась в игре, а на момент, когда я записываю данное видео, машины в игре еще нет. Говорю это к чему? Говорю к тому, что не исключено, что она будет не коллекционкой, а именно премиумной машиной. И разработчики немножечко это дело изменят. Но все же, если она будет коллекционкой, то понятное дело, что многих интересует, за сколько можно будет продать. Продать можно будет за 3750. Повторюсь еще раз, машина, возможно, зашла в игру в виде премиумной тачки, поэтому не казните меня заблаговременно. Да и на многих ресурсах данная машина обозначена как коллекционка, так и премиумная тачка. Это я вам покажу немножечко позже. Как сказали мне разработчики, полное название данной машины это самохибный протитанковый канон. Это если на польском и с моим корявым его произношением. Что касается технических характеристик по машине. Довольно интересная ПТшка, но меня больше интересует, будет ли она удивляющей. Потому что достаточно хороших ПТшек у нас хватает. Ну а вот что касается тех, которые действительно производят какое-то впечатление и гремят своим проявлением, вот с этим у нас немножко проблема. Что касается среднего урона, 310 единиц за выстрел, пробитие шикандосное, 246 и 311 на кумулятивных голдовых снарядах. При этом, ребят, мы имеем время перезарядки в 6,3, то есть меньше 6,5 секунд на то, чтобы накидывать по 310. По-моему, очень круто. И все это, ребят, при том, что у нас время сведения менее 3 секунд, а именно 2,8 и просто великолепнейший разброс, который составляет всего лишь 0,284. По-моему, это потенциально самая точная ПТха, которая есть на восьмом уровне. Что касается бронирования. Ну все мы знаем, что у нас есть ПТшки как бронированные, так и не бронированные. Что касается данной ПТхи, то она отчасти меня удивила. Да, безусловно, она не сияет красными цветами. И да, здесь действительно достаточное количество серых зон, а точнее одна большая серая зона, но она не настолько серая, как могло бы быть. Ну я говорю о чем? Она могла бы быть вот как, допустим, G-SOR, сиять полностью отсутствием какой-либо брони или вообще быть как Скорпион. Такое впечатление, что сделано из мокрой туалетной бумаги. Понятное дело, что я ожидал желательно такого, какой MX-AM CDA 105, там где брони побольше. Видите, такая оранжевенькая, красивенькая вся. Ну а что касается ТВП-100, то она получилась чем-то средним. Да, безусловно, для фугасов здесь как бы не сильно подходящая передняя часть. И по бортам, кстати, стоит отметить, тоже 60-63 мм с приведенкой. Короче говоря, фугасы особо легко закидывать не получится. Ну, может вот так вот как-то между гуслями или вот сюда вот в боковую часть рубки. А рубка, кстати, ребята, у нас здесь поворачивающаяся, что очень-очень классно и действительно помогает в бою. Но что касается передней части, то фугасы не то чтобы вам не страшны, но не настолько страшны, как на многих других картонных ПТ-шках. И в то же время любыми другими снарядами, понятное дело, прошиваться будет прям насквозь. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Честно говоря, я мог бы попытаться сейчас, как я это называю, вставить ТВП-102 пальца в ноздри и попытаться ее куда-то потащить. И вот так вот, притянув ее то ли за уши, то ли за ноздри, сказать, что она в чем-то там вау-вау-бест. Но по большому счету она просто оказалась для меня нормально сбалансированной. То есть, о чем говорю? Да, у нее есть ДПМ в неполные 3000 по сравнению с теми ребятами, которые дольше перезаряжаются. Но в то же время, допустим, есть такие ребята, у которых ДПМ выше и при этом время перезарядки меньше. Короче говоря, ПТ-ха получилась. Но получилась она в каком смысле? Она получилась в смысле того, что она не выдающаяся хреновости. Но в крайнем случае, назвать ее даже выдающейся зебестостью тоже не получится. Как я сказал, здесь особо зацепиться не за что. Стоит отметить, что она вполне себе приятная по подвижности и по маневренности 50 км вперед, 20 км назад. Это действительно очень круто. Да и с учетом того, что есть неплохой угол склонения орудия вниз, на машине неплохо отыгрывается на каких-то неровностях, за какими-нибудь холмами. Ну, короче говоря, в этом отношении все действительно очень бодро. Что касается того, чтобы ППТ-шить на ней, то действительно получаешь удовольствие. Минус 6 угол склонения орудия, но при этом вполне себе играбельно. В конце концов, данная машина ни в коем случае не предназначена для того, чтобы ехать на передовую, но и давить там врагов. Вы машина, которая должна находиться на третьей линии, не попадать в прицелы, потому что вы довольно-таки немалых размеров и вполне спокойно пробиваетесь. И при этом с дальних расстояний, имея точное орудие, хорошенько поддерживать свою команду во время того, как они прожимают какое-то направление. Главное, чтобы вы знали ПТ-позиции и будет вам счастье. Стоит также отметить, что основной проблемой, как для меня, в данной машине оказалось следующее. Дело в том, что боеукладка, вот она родимая, находится на самом видном месте. И стоит отметить, что потренировавшись немножечко в тренировочной комнате, я, к сожалению, не записывал этого, так, ради интереса, сам по себе стрелял. Я обратил внимание, что если вы будете бить вот в эту вот часть, она прям выделена здесь, сейчас даже покажу, видите, вот эту линию среза рубки, то вот так вот отделенная и является боеукладка. Короче говоря, в бою угадать, где находится боеукладка и критануть ее вообще не составляет никакой проблемы. А если у вас получится подгадать момент и вот в такой вот позиции дать просто по прямой вот сюда в боеукладку, то подрывается она родимая, ну, прям на ура. Это действительно, я считаю, не очень хорошо и было бы неплохо, чтобы разработчики вот здесь вот как-то закрыли хотя бы каким-то листом и не давали возможности вот так вот в наглую напрямую, как говорится, взрывать боеукладку. Ну, уж тем более, где-то вот так вот находясь сверху по отношению к данной машине, бьете сюда уж тем более фугасами и будет вам счастье, будет вам радость. Ваш враг на ТВП-100 вылетает в ангар просто-таки очень-очень быстро. Ну что, берем машину и поехали покатаемся. Кстати, единственное, что еще не сказал, в амуниции, с учетом того, что мы не очень хорошо забронированы и имеем возможность поставить вот этот вот противоосколочный подбой. Я поставил именно его сюда в слоты амуниции для того, чтобы на меньше, ну, на 20% меньше получать урона от осколочно-фугасных, которые явно будут в меня лететь и желающие закинуть в меня фугасы действительно будут. Стоит также отметить, что, допустим, для того же самого Джессора, у которого великолепные хэш-фугасы есть, вот этот вот товарищ будет, ну, прям очень лакомым кусочком, когда будет встречать его в бою. Поехали, покатаемся, посмотрим, на что новая машина способна. Ну что ж, ребят, давайте будем заценивать. Первое, что произвело на меня действительно позитивное впечатление по данной ПТХе, в момент, когда я ее тестировал, а мне машины заблаговременно даются на тестирование и только с прошествием какого-то времени эти машины понемногу появляются в игре, на меня произвела впечатление рубка данной машины. О чем говорю? Скорость поворота рубки действительно очень классная. И в бою очень часто получалось так, что если танк какой-нибудь вражеский пытался меня закрутить, при этом не находился прямо рядом со мной, а так, знаете, на расстоянии два корпуса вращался вокруг меня, то мне практически не приходилось доворачивать корпусом, для того, чтобы можно было его выцеливать. Что касается второго позитива по данной ПТХе, очень классное время сведения, ну прям действительно комфортное. Просто шикандосное орудие в отношении точности на дальних расстояниях, ну просто мило работает. У меня минус 6 угол склонения, но сейчас, как видите, на вот таком вот холмике находясь, я вполне спокойно выцеливаю Т-77, делаю это с определенной точностью. И да, пускай я накидываю сейчас не пол косаря урона, но делаю это с, ну я бы сказал, с завидной, завидной частотой, и, соответственно, делаю этим неприятно своему сопернику. Ну и, как видите, Т-77 был вынужден благополучно откатиться назад. Что хочется отметить из негативов по машине? Ну, понятное дело, ее картонность, если попадаете кому-нибудь в прицелы, то в целом все, что у вас отправляется, это будет потенциальным вашим уроном, да, который вы будете получать. Но мне все-таки ПТХа по большей части понравилась, даже несмотря на то, что данная ПТшка не является прям супер имбой, и явно не должна быть в ряду тех машин, которые необходимо заиметь первыми среди ПТшек, особенно на восьмом уровне. Там есть из чего выбирать, огромное количество ПТ на уровне присутствует, но при этом всем мне ПТшка понравилась. И сейчас попытаюсь объяснить почему. Не только потому, что она имеет вполне себе приемлемую, приятную подвижность, я не могу сказать, что она прям летает по карте, но мне было всегда достаточно этого времени. Мне понравилась ПТшка за то, что она отображает в себе весь смысл ПТ, как мне кажется, в нашей игре. Я очень люблю ПТшить, и ПТшить в каком смысле? ПТшить в виде снайперинга в нашей игре. То есть не та ПТ, которая предназначена для того, чтобы форсировать события, не та ПТха, которая предназначена для того, чтобы продавливать, как я говорю, какое-то направление, на которое ринулись союзники, а та ПТха, на которой ты находишься на другом конце карты и спокойненько, как снайпер, выцеливаешь своего соперника и отправляешь ему снаряд для того, чтобы он порадовался тому, что ты где-то там за какими-то кустами находишься. Вот за вот это мне ПТшка действительно очень понравилась и очень сильно зашла. Что могу сказать от себя, подбивая итоги по данной ПТхе? Ребят, не готовьтесь к тому, что данная ПТ произведет на вас какое-то прям несгладимое впечатление. Нет, это безусловно не та ПТшка, которая новая имба в игре, и, соответственно, ее всем сразу необходимо накупить себе, ну и, соответственно, у всех будет все круто в этой жизни. Это машина, которая, в случае, если появится в вашем ангаре, будет доставлять вам удовольствие тем, что вы будете заезжать в какие-то неспешные бои, будете находиться на третьей линии и будете спокойно играть. Да, в этом бою я не накидал какого-то там бешеного урона и, скажу вам откровенно, от боя к бою, по крайней мере, в моих руках, а я средний игрок абсолютно, у меня от 50 до 55% побед, я не киберспортсмен, я не умею нагибать прям на всех машинах и порой даже бои сами складываются так, что ты просто не успеваешь набросать нужное количество урона. Так вот, будьте готовы к тому, что если вы хотите прожить весь бой и хотите получить удовольствие от процесса снайперинга в нашей игре и не гоняетесь за средним уроном, то в целом вы как раз и будете выходить из боя с уроном приблизительно от 1800-1900 до 2200. Может быть, за редким исключением будете набрасывать большее количество, но для этого необходимо сближаться с соперниками, а как я сказал, данное ПТ-хо сближение с соперниками не сильно хорошо переживает. Что могу сказать, ребят, на финише? Если вы ищете себе ПТ-шку, которая позволит вам быть таким себе снайпером в игре, находиться черт знает где по отношению к своим соперникам, как правило, не попадать вообще в засвет и просто издалека, пользуясь довольно-таки точным, классным, крутым, пускай и не сильно альфовым, но скорострельным орудием, то эта ПТ-шка вам однозначно зайдет, потому что она действительно на это способна. Поворачивающаяся рубка способствует выцеливанию соперников, нет необходимости доворачивать корпусом, в этом действительно позитивно. Но если вы любите какой-нибудь более агрессивный геймплей, если вы любите более азартный бой, в котором вы едете вместе со своими соперниками, то есть союзниками, простите, к соперникам, плечом к плечу, то понятное дело, что данная машина навряд ли вам зайдет. Ну может быть где-нибудь на каком-нибудь направлении легких или средних танков, да окей, но к тяжам лучше так не ездить. Это мое честное мнение по поводу ТВП 100, которая сейчас появилась в игре. Что с этим делать, брать или не брать, покупать, не покупать, открывать ли контейнеры или крутить рулетку. Я не знаю, каким образом конкретно разработчики закинули сейчас эту машину в игру, там уже определяйтесь самостоятельно. Мое дело показать тачку такой, какая она есть на самом деле, ничего от вас не скрываем. Если вы за честность, подписывайтесь на канал сейчас и жмите на колокольчик. А еще буду благодарен за лайкосик под видео. Побежал снимать, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Увидимся в следующих видео, пока-пока.